Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на ваши вопросы. И сегодня я отвечу на вопрос Александра Виера. В детстве я слышала про то, что в Африке живут белый носорог и черный носорог. Какие отличия у них? А еще, вроде как в Азии существуют карликовые носороги. Насколько они близки к африканским? И обобщая, какая перспектива, что эти животные останутся не только в музеях, но и в дикой природе. Ну что ж, давайте сегодня поговорим о носорогах. Тем более, что животное действительно замечательное. Действительно, в Африке встречаются два вида носорогов. Это белый носорог и черный носорог. Но если мы на них посмотрим, то обнаружим, что по цвету кожи они друг от друга вообще не отличаются. Их кожа серого цвета. И, пожалуй, даже цвет кожи носорога больше зависит от цвета грунта в той местности, где он обитает, потому что носороги, как и многие другие животные, очень любят валяться в грязи. Грязь это вообще отличная штука. Кстати, вы можете посмотреть ролик, вот здесь вот на него будет ссылочка. Правда ли, что свиньи любят грязь? Вы поймете, что не только свиньи любят грязь, вы поймете, что грязь это отличная штука. Она защищает кожу, во-первых, от ультрафиолета и от очень сильных солнечных лучей. А во-вторых, она защищает ее от кровососущих насекомых. То есть, ну, замечательная вещь совершенно. И, конечно, в зависимости от того, какая почва в той или иной местности, цвет кожи носорога может отличаться. Но почему же называются они, при том, что и тот, и другой серый, почему они называются черный и белый? А все дело в созвучии слов. Когда-то буры, переселенцы из Голландии приехали в Африку и назвали белого носорога wide. Wide означает широкий. Но впоследствии это слово оказалось созвучно английскому слову wide, белый, и за этим носорогом закрепилось название белый. Ну, а в противовес белому, соответственно, получил свое имя черный носорог, который совершенно такой же серый, как и белый, но, тем не менее, он черный. Чем же еще эти носороги, помимо названия, отличаются? Ну, надо сказать, что, во-первых, белый носорог – это самый многочисленный и самый крупный из тех носорогов современных, которые живут на Земле. Вес взрослых самцов может достигать четырех с половиной тонн. Представляете, это прям целый танк, можно сказать. Черные носороги немножко меньше, но, пожалуй, самое яркое отличие их внешности – это строение верхней губы. Поверить не могу, сочная зелень, одуванчик. Я думал, мороз все уничтожил. Да, кроме одного. Ведь белый носорог неслучайно назвали wide – широкий, потому что, действительно, его верхняя губа прямая и широкая. А вот у черного носорога губа верхняя, она напоминает хоботок, и уголком свисает над нижней губой. Почему так? А все дело в том, что у этих животных разный характер питания. И если белый носорог в основном питается травой, и ему удобно щипать траву при помощи своей прямой губы, то черный носорог срывает листики с кустарников или деревьев, использовать для этого свой вот этот вот хоботок, верхнюю губу. Это животные достаточно многочисленные. Хотя, безусловно, угроза этим животным существует, потому что у людей есть такое убеждение, что рог носорога – это очень полезная штука. Считается, что эти рога обладают какими-то волшебными свойствами, очень лечебные, и поэтому эти рога стоят безумных денег, и нередко браконьеры убивают носорогов для того, чтобы спилить рога. Собственно говоря, сам носорог им не нужен, им нужен только рог. Хотя, совершенно не ясно, что в нем полезного, это просто кератин – это все равно, что съесть пучок волос. Ну, наверное, это не слишком полезно. А, собственно говоря, никаких особенных других веществ в роге носорога не существует. Кстати, подробнее о рогах мы рассказываем вот в этом видео, вы можете посмотреть на нашем канале. Ну, если мы об отличиях внешних поговорили, давайте выясним, есть ли отличия в поведении у этих животных. Оказывается, они тоже есть. И если белый носорог – это существо достаточно социальное, и белые носороги, как правило, держатся небольшими группами, но порядка 12-14 особей. Эти группы состоят в основном из самок с детенышами, взрослые самцы в них не присутствуют, то черные носороги – это животные-одиночки. Но самое при этом удивительное, несмотря на свою социальность, белые носороги проявляют гораздо больше агрессии к своим сородичам, чем черные носороги. И если вдруг вы оказались в Африке, рядышком с вами оказались носороги, то, конечно, нужно быть очень-очень осторожным, близко к этим животным не приближаться, потому что в случае, если они почувствуют некую опасность, исходящую от вас, они могут защищаться и, в общем, при этом, конечно, вам не поздоровится. Особенно, конечно, агрессивны самцы в брачный период, их нужно опасаться, но бывает так, что агрессию проявляют к своим сородичам и самки. И, например, если рядом с самкой появляется какой-то самец, который пытается за ней ухаживать, а самка не в настроении, то несколько самок могут напасть на одного самца, и это может для него закончиться очень плачевно. Но вот у черных носорогов подобного агрессивного поведения к своим сородичам не отмечено. Ну и теперь несколько слов о азиатских носорогах. Увы, азиатские носороги не такие многочисленные, как белый носорог. Их три вида. Два из них принадлежат к одному роду. Это яванский индийский носорог. И отдельно к отдельному, очень древнему роду принадлежит суматранский носорог. Это самый маленький, самый древний, такой архаичный вид носорогов, которые на сегодняшний день существуют. К сожалению, эти животные обитают в районах очень густо населенных человеком, поэтому, несмотря на то, что предпринимаются, конечно, серьезные меры для их охраны, все-таки, к сожалению, они находятся под угрозой исчезновения. И эти животные крайне немногочисленны. Еще хочется отметить, что у индийского и яванского носорогов очень необычно устроена шкура. Если мы посмотрим на это животное, то создается впечатление, что оно бронировано, потому что его шкура разделена складками на большие участки, которые свисают с тела животного и создают ощущение доспехов рыцарских. Вот, поэтому выглядят эти носороги очень-очень необычно. Ну что ж, на этом, пожалуй, мы закончим. Не забывайте писать нам свои новые вопросы, не забывайте ставить пальчик вверх под нашими видео и подписываться на наш канал. И приходите в музей, мы всегда вам очень рады. Всем пока!